В ночь с 7 на 8 января 1943 года в простой дешевой гостинице Нью-Йорка скончался 86-летний постоялец. Он умер в своем номере, где проживал уже более 10 лет. Тело было обнаружено горничной только спустя двое суток после смерти. О находке было доложено директору отеля, а тот в свою очередь сообщил в полицию. Вместе с шерифом в гостиничный номер поднялись четверо неразговорчивых мужчин. Сотрудник армейской разведки, сотрудник разведки ВМС США, агент ФБР и представитель адвокатской конторы. Эти люди долго копались в вещах покойного. Особое внимание уделяли документам. В комнате стоял сейф, вскрыть который визитерам на месте не удалось. После чего все вещи, бумаги и сейф были погружены в бронированный грузовик и под усиленной охраной вывезены из отеля. Среди персонала гостиницы тут же поползли слухи, что представители спецслужб искали чертежи некоего таинственного военного прибора, именуемого «Лучом смерти». Разработчиком этого прибора как раз и был тот, кто скончался в номере. Звали покойного Никола Тесла. Сумасшедший гений. Нездержанный паяц. Социопат, взорвавшийся хорват. Так называли современники инженера, изобретателя и ученого Николу Теслу. И надо сказать, было за что. Говорят, он спал всего два часа в сутки. Ночами писал стихи, читал или слушал музыку. Страдал боязнью микробов, поэтому по сто раз в день мал руки. Великолепно говорил на восьми языках. Разбирался в истории и философии, что еще с детства ему являлись видения в виде вспышек света. А еще говорят, что он умел предвидеть будущее. И даже однажды спас своих знакомых, посоветовав не садиться им на поезд, который вскоре сошел с рельс и разбился. Тесла считал разумной всю вселенную, вплоть до атомов. А себя называл проводником этого вселенского разума. Кем же он был на самом деле? Великим ученым? Правидцем? Или непревзойденным авантюристом? Да, есть различные версии, которые говорят о том, что это либо великий физик, либо великий провидец, либо великий авантюрист. Скорее всего, лично я склоняюсь к тому, что это великий первооткрыватель. А как всякому первооткрывателю, ему было не чужды некие экстравагантности своеобразные. То есть это человек, который действительно вторгся в область буквально высоких энергий, одним из первых, скажем так, и нетривиально относившийся к тому материалу, с которым он работает. Серп, родившийся в Хорватии, он учился в Чехии, работал в Будапеште, Париже, Праге, Страсбурге, Соединенных Штатах Америки. Космополит? Скорее, гражданин мира. Именно он разработал систему переменного тока, создал моторы и высоковольтные трансформаторы, на которых стоит весь промышленный мир. Благодаря ему освещаются наши дома, поселки, города. Это он открыл принципы робототехники и двигателей на солнечной энергии. Рентгеновский аппарат, счетчик электроэнергии, автомобильный спидометр, люминесцентные лампы, электрические часы, приборы электротерапии. Этот перечень можно продолжать и продолжать. Около тысячи изобретений в разных областях науки и техники. Это, конечно, настоящий ученый, подвижник. Человек, который вот ради своей идеи, да, он мог что-то совершить, может быть, даже пойти на какие-то преступления, на какие-то неприглядные поступки совершить. Но это во имя ради науки. Он готов был голодать, и бывали у него годы, месяцы, когда он, в общем-то, действительно ради науки и голодал, и жил в трудных условиях. Но уже когда он переехал в Соединенные Штаты, там, конечно, его уже приняли как серьезного специалиста. Тесла считал, что мир состоит из волн, и что самое главное – это вибрации и резонансы. Как при раскачивании качелей, говорил ученый, малыми усилиями, но вовремя приложенными, можно вызвать поразительно мощные эффекты. Однажды Тесла, сам того не желая, продемонстрировал ужасающую силу резонанса. Это произошло в 1896 году в Нью-Йорке. Ученый обустроил лабораторию в отеле «Волдорф Астория» на Манхэттене и решил там провести эксперимент с так называемыми резонансными излучателями. Когда Тесла подал к прибору электрический ток, то лаборатория неожиданно заходила ходуном, а с потолка кусками посыпалась штукатурка. При этом ученый не знал, что в этот момент происходило за окном. Оказывается, что десятки соседних домов наполнились неожиданным гулом, посыпались оконные стекла, полопались водопроводные трубы. Чтобы избежать разрушения лаборатории, Тесла разбил свой прибор молотком. И в этот момент к нему ворвались полицейские. Позже при допросе изобретателю сообщили, его опыт спровоцировал землетрясение в городе, силу которого позже оценили почти в три балла по шкале Рихтера. Дело в том, что действительно известно, что в результате одного из экспериментов, который осуществил Тесла, в Нью-Йорке произошло знаменитое землетрясение. Не менее знаменитые события были связаны с инцидентами вокруг его знаменитой башни, в Ордон-Клифф, на Лонг-Айленде, когда целые районы отключались от электроэнергии. То есть такие скандальные события сопровождали Теслу. Но надо понимать, что тот масштаб экспериментов, который он ставил, они не могли не сопровождаться определенными побочными результатами. Вскоре после этого эксперимента Тесла заявил журналистам. Применяя принцип резонанса, я за несколько недель смогу вызвать в земной коре такие колебания, что она будет подниматься и опадать на сотни футов, выбрасывая реки из русел. Но не эта идея больше всего занимала Николу Теслу. Он не уставал всех убеждать, что наш мир находится в огромном океане энергии. Все вокруг вращается, движется, ведь это все электричество. Главная задача, которую поставил себе ученый, была для обывателей той эпохи немыслима. Научиться отбирать это электричество у природы, преобразовывать его. И обратите внимание, без проводов передавать в самые глухие уголки земного шара. Проверку своих идей он начал в 1899 году в горном районе Колорадо-Спрингс, известном своими частыми грозами с исключительно мощными молниями. Через некоторое время, по словам Теслы, он знал о молниях больше, чем знает о них сам Бог. На очереди стояла проверка принципов передачи энергии на дальнее расстояние без проводов. С этой целью была построена установка высотой с 20-ти этажный дом. Вскоре Тесла убедился, что электрический заряд может передаваться через Землю безо всяких проводов и радиоволны. Эксперименты были столь же грандиозными, сколь и опасными. Это была настоящая электрическая фантасмагория. При включении установки молнии вокруг нее достигали длины 40 метров. Громовые раскаты были слышны за десятки километров. Вокруг башни пылал огромный световой шар. Люди, находящиеся на большом удалении, с ужасом наблюдали, как между их ногами и землей проскакивают искры. Лошади через железные подковы получали электрошоковые удары. Над металлическими предметами дарили синие ореолы. Генераторы электростанции в 10 километрах от лаборатории перегорали из-за мощных искр, которые пробивали их изоляцию. На самом деле с Теслой всегда были связаны аномальные явления, которые позже назовут паранормальными, хотя на самом деле это были, в общем-то, просто неразгаданные электротехнические какие-то явления, которые происходили, происходят в атмосфере и будут происходить в будущем. И какие-то грозовые проявления, и появление странных светящихся объектов, шаров, которые потом будут характеризовать и как проявление НЛО, и как какие-то плазменные явления типа шаровой молнии. Несмотря на всевозможные побочные эффекты от экспериментов, Тесла был счастлив. Ещё бы. Ему удалось преуспеть в создании разрядов, мощность которых значительно превосходила силу молнии. Дальше больше. Учёный планирует реализовать свои идеи в глобальном масштабе. Он убеждён, чтобы получать электроэнергию в любой точке мира, достаточно будет воткнуть в Землю штырь и включить небольшой конвертер, настроенный в резонанс с излучающими башнями. Для этого в определённых точках Земли необходимо построить пять специальных излучателей. Эта мировая система, кроме того, будет выполнять функции беспроводной связи по всему земному шару. По сути, Тесла планировал прообраз сегодняшнего интернета. Но и этим не ограничиваются планы неугомонного изобретателя. С помощью своей системы он намерен вызывать дожди в пустыне, освещать небо над морскими маршрутами, на ходу питать энергией автомобили и самолёты. Обо всём этом Тесла рассказывает знаменитому миллиардеру Джону Моргану. И просит денег хотя бы на строительство одной башни так называемой мировой связи. В 1901 году на острове Лонг-Кайленд в 60 километрах севернее Нью-Йорка появляется таинственная лаборатория и огромная башня фантастической архитектуры, напоминающая гиперболоид русского инженера Владимира Шухова. По названию местности объект получает кодовое имя «Ворденклифф». Это одна и та же широта с тем местом, где происходил Тунгусский феномен. Во-первых, это тоже не случайно, это отдельная тема. А во-вторых, именно там на Лонг-Айленде и до Теслы, и после Теслы производились различные таинственные опыты некоторыми организациями, о которых тоже может идти отдельный разговор, которые были связаны с деятельностью крупных банковских корпораций, которые вели свою политику, руководство всем хозяйством земного шара, если можно так выразиться. То есть именно там Тесла не случайно построил свою вот эту вот резиденцию. Летняя ночь 1903 года. Еще недостроенная башня «Ворденклифф» едва не свела с ума пол Нью-Йорка. При включении передатчика от башни на сотни миль во все стороны протянулись гигантские искусственные молнии. Они осветили небо над Атлантикой так, что можно было свободно читать газетные заголовки. На следующий день газета «Нью-Йорк Сан» писала. Прошлой ночью мы были свидетелями странных феноменов. Гигантских молний, собственноручно испускаемых Теслой. Слои атмосферы воспламенились на разной высоте и на большой территории так, что ночь моментально превратилась в день. Весь воздух был наполнен свечением. Мы сами себе оказались призраками. Здесь имеются различные предположения и версии, как работало это устройство. Но подробности функционирования этого устройства знал только Тесла. Единственное, что нам достоверно известно, то что это устройство действительно было достаточно мощным, и оно производило определенный очень серьезный эффект. В частности, различного рода электромагнитные возмущения среды. То есть, да, действительно, это была башня, можно сказать. Но, с другой стороны, это и не была башня. Это было некое электрическое устройство, которое функционировало только в соответствии с волей Теслы и по ему ведомым, а может быть, даже неведомым принципам. К сожалению, странности Теслы не позволили ему продолжить дальнейшую работу со своими новыми спонсорами. Финансовые воротилы побоялись дальше сотрудничать с человеком, который утверждал, что умеет общаться с инопланетянами и что они помогают ему в его опыте. К тому же Морган заподозрил, что идея получения дешевой электроэнергии и передачи ее на расстояние без проводов подорвет углеводородный бизнес. Тесла, в свою очередь, был настолько одержим мыслями об энергетической революции, что продолжал развивать не только саму идею, но и активно готовиться к ее притворению в жизнь. И нефтяные магнаты, топливо номер один, они были напуганы, когда Тесла заявлял со своей горячностью, что пройдет там 20-30 лет, и уже, так сказать, нефть не нужна будет, не нужен бензин будет, а вот эта энергия, которую я дам человечеству, вот тут-то и призадумались магнаты бензиновые, нефтяные, газовые и так далее. А что же будет, если действительно этот сумасшедший ученый окажется прав? Но Тесла не сдается. На собственные средства он возводит купол башни и продолжает монтаж научной аппаратуры. Однако в 1903 году часть оборудования была вывезена из Ворденклифа за долги. Но известно и другое. С начала 1907 года, после длительной депрессии, Тесла вновь приступил к экспериментам. Причем именно в Ворденклифе, куда неоднократно приезжал тайком ночным поездом. Есть документы о том, что в 1907 году ученый вновь получил от компании Вестенгаус большое количество оборудования. Так что же тянуло Теслу в эту таинственную башню? Вспомним про печальный эксперимент с резонансными излучателями, который спровоцировал землетрясение в Нью-Йорке в 1896 году. Эту идею изобретатель вовсе не оставил. И вполне возможно, решил реализовать ее в самой башне. Для чего? Скорее всего, чтобы придать конструкции дополнительные возможности. С какой целью? Вот тут и появляется самая таинственная загадка начала 20-го столетия. Тунгусский феномен. Известно, что в 1908 году в районе Сибирской реки Подкаменная Тунгуска произошла гигантская катастрофа, природа которой до сих пор неизвестна. Одна из версий говорит, что это была попытка атаковать Землю извне. Но катаклизму помешала некая таинственная сила, созданная человеческим разумом. Сила энергии, сконцентрированная в одном уголке планеты и переданная на расстояние в нужное время и место. Есть любопытная версия. В связи с причиной, собственно, постройки башни Уорланд-Клифф, якобы Тесла провидел, как бы, то, что, собственно, будет некая катастрофа, связанная с вторжением, там, в атмосферу Земли огромного космического тела и планировала каким-то образом этому противостоять. Это очень интересная версия, на самом деле. Но, к сожалению, у нас не имеется документальных подкреплений этой версии. Документальных доказательств действительно нет. Но это и не удивительно. О многих своих экспериментах Тесла никогда и никому не говорил. Часть опытов он вообще проводил интуитивно, не оставляя никаких записей, чертежей, резюме. При этом некоторые исследователи почти уверены, что тунгусский феномен – это дело рук великого изобретателя. И в этом есть своя логика. Установка Николы Теслы, она же башня в Ворденклеф, позволяла выполнять сразу две задачи. И возбуждать верхние слои атмосферы, и передавать энергию через Землю. Имея дар предвидения и феноменальную способность объяснять природу различных загадочных явлений, Тесла вполне мог знать о возможной катастрофе, предчувствовать ее, и даже предугадать место и время. И тогда он с острова Лонг-Кайленд вполне мог направить энергию в район Тунгуски навстречу агрессивному инопланетному объекту. Причем одновременно по двум каналам. Высокочастотную по кольцевым токам в верхних слоях атмосферы и низкочастотную по Земле через Северный полюс. Точка пересечения этих двух потоков – это место, куда будет целиться инопланетный объект. И когда этот самый объект входит в плотные слои атмосферы, башня Тесла посылает мощнейший электрический разряд навстречу незваному гостю и добавляет к этой чудовищной лавине энергии излучение своих резонаторов. Тесла знал, то есть догадывался о том, что этот район может быть местом какого-то значительного катаклизма, так скажем. И в то же время он просчитал, что этот район абсолютно безопасный для его опыта с точки зрения поражаемости объектов. То есть люди не будут там затронуты практически никак. То есть он мог экспериментировать. И он начал готовить свою аппаратуру полностью, вот ее как бы повернув в сторону вот Тунгуски, так образно выразиться можно. Если Тесла действительно причастен к Тунгусским событиям, то находят объяснения и другие загадки. Например, за два месяца до взрыва в сибирской тайге над Европой и Россией в небе то и дело появлялись огромные сполохи света. А за девять дней необычные цветные зорницы. Ночью было светло, как во время полярного дня. Свечение резко усилилось за три дня до взрыва. Что это было? Пробные, пристрелочные включения аппаратуры Ворденклиффа? Ответа на этот вопрос до сих пор нет. Ясно лишь одно. У Теслы были и мотивы, и возможности, чтобы вызвать Тунгусский феномен. В 1917 году башня Ворденклифф была уничтожена. Сам Тесла попал под постоянное наблюдение американских спецслужб. На то были веские причины. За великим изобретателем начали охотиться иностранные шпионы. Там уже, конечно, американская разведка разведка и контрразведка она плотно опекала Тесла. То есть, тут уже не давали его. Его уже оберегали. Он был хорошо охраняемый человек. И, в общем-то, не давали возможность с ним даже встречаться. Но попытки такие были вплоть до, по-моему, до 1941 года. Это значит, буквально еще за два года до смерти Теслы значит, все-таки Абвар пытался фашистская разведка пыталась все-таки заполучить. И его проекты шли на все. Интерес к Тесле иностранных спецслужб вполне очевиден. Изобретатель владел тайными знаниями, в которых очень нуждались военные. Известно, что в 30-е годы 20-го столетия он работал над проектом многоцелевых станций, способных защитить границы любого государства. Электронный щит, говорил Тесла, будет действовать совершенно на новом принципе и новом типе энергии. А перед началом Второй мировой войны стала просачиваться информация, что ученый придумал некий луч смерти. Какое-то таинственное мощное оружие, способное разрезать броню на большом расстоянии. Прямо как в фантастическом романе Алексея Толстого «Гиперболлойд инженера» Гаррина. Но больше всего тайн хранит так называемый филадельфийский эксперимент. Это произошло 28 октября 1943 года на базе военно-морских сил США в Филадельфии. Американские моряки решили провести эксперимент по невидимости корабля для радаров. Для этого на эсминце Элдридж создали электромагнитный пузырь экран, который отводил бы излучение радаров мимо корабля. В ходе эксперимента выявился совершенно непредвиденный побочный эффект. Корабль стал невидим не только для радара, но и для невооруженного глаза. Более того, свидетели уверяют, что неожиданно увидели его в Норфолке на удалении в сотни миль. Спустя некоторое время Элдридж вернулся на место. Пока корабль перемещался из филательфийской базы ВМС в Норфолк и обратно, члены судовой команды полностью потеряли ориентацию во времени и пространстве. Этот эксперимент тоже принадлежит Николе Тесле. Но проводилась телепортация уже без него. Великого ученого уже не было в живых. А вместе с ним ушли в могилу все тайные секреты его открытий и изобретений. Это событие произошло 20 июля 1969 года. В 8 часов вечера по Гринвичу посадочный модуль американского космического корабля Аполлон-11 коснулся поверхности Луны. Еще через 6 часов откидная дверь открылась и по титановому трапу на грунт спустился человек. Это был Нил Армстронг командир корабля. 15 минут спустя к нему присоединился пилот Эдвин Олдрин. Астронавты установили флаг США а затем начали собирать грудь. Все это время Армстронг и Олдрин держали прямую связь с Землей и комментировали свои действия. Вдруг командир корабля с дрожью в голосе сообщил что за ними кто-то наблюдает. На Земле попросили подробностей. Но тут связь прервалась а загадочные объекты ушли за горизонт на обратную сторону Луны. То есть туда откуда они и появились. По возвращении на Землю экипажа Аполлона этот инцидент был засекречен но не предан забвению. когда мы смотрим на Луну то всегда видим один и тот же образ. Это происходит в результате того что гравитационные силы Земли замедляют вращение своего спутника поэтому к нам он всегда повернут только одной стороной. Что находится на другой обратной и невидимой с нашей планеты всегда было одной из самых таинственных загадок. А после первых попыток заглянуть за лунный горизонт все вдруг стало самым большим секретом. Что же на самом деле может скрывать от нас это неведомое полушарие? Версия немало. Первая версия темная сторона Луны обитаема и живет там в особых поселениях покинувшая когда-то нашу планету древняя цивилизация. Согласно второй гипотезе там кладбище космических кораблей пришельцев. Третья легенда гласит, что на темной стороне расположена военная база инопланетян, где идет подготовка к вторжению на Землю. Естественно о невидимой стороне Луны большая часть легенд возникла буквально на нашей памяти то есть начиная с 60-х годов первых попыток запустить беспилотники к обратной стороне Луны они как-то мало задумывались потому что как мало задумывается человек о локте который не может укусить и только когда поставлена задача только тогда люди и стали спорить о том что там происходит. некоторые историки отставные офицеры секретной службы США утверждают что помимо традиционных атрибутов власти каждый американский президент впервые вступающий на свой пост получает для ознакомления специальный и пожалуй самый секретный в Америке документ. В администрации Белого дома этот документ именуется книгой тайны. Первая глава в этой книге раскрывает подробности о катастрофе неопознанного летающего объекта на военной базе Розуэл в Нью-Мексико в 1947 году и о подобранных там мертвых инопланетянах. В той же главе представлена информация о сверхсекретном военном объекте под кодовым названием Зона 51 где хранятся тела этих космических существ. Сразу по прочтению книги Тайн президенты торопятся посетить таинственную базу. Неужели все так? Этот неожиданный вопрос прозвучал на первой пресс-конференции 44-го президента США Барака Обамы в январе 2009 года. Его задал известный американский радиожурналист Майкл Смерконеш. Президент ответил черной шуткой. Я бы рассказал, что написано в книге Тайн. Но тогда мне придется вас убить. Так что же на самом деле содержится в этом сверхсекретном документе? И какое отношение имеет Луна к загадке Розуэллского инцидента? Вопрос над которым уже полвека бьются исследователи. Астронавты Армстронг и Олдрин кроме лунного грунта предъявили общественности лишь массу недомолвок. Но видимо у них была причина молчать. И прежде всего молчать о том какова была истинная цель их высадки на поверхность спутника Земли. Остается только предполагать что главный интерес вызывала именно обратная сторона Луны. Самое реалистичное предположение для чего можно искать на обратной стороне Луны заключается в вполне логичном представлении о том что именно на этом месте может располагаться причем абсолютно безнаказанная абсолютно без какого либо риска любая база или город или место базирования все что угодно не имеющее отношения к нашей цивилизации. С тех пор как человек появился на Земле Луна представляла для него самую сокровенную загадку. В древности люди считали спутник нашей планеты богиней покровительницей ночи и поклонялись ей. С того времени человек узнал очень много о подлинной природе этого небесного тела. Диаметр Луны около 3500 километров то есть меньше протяженности Соединенных Штатов от побережья до побережья. Вращается она вокруг Земли по эллиптической орбите в сочетании с другими движениями на которые влияют как притяжение нашей планеты так и притяжение Солнца. В зависимости от того насколько близко Луна в своем перемещении по орбите подходит к нам или насколько далеко удаляется меняется уровень прибрежных вод морей и океанов так называемые приливы и отливы. Это уже после изобретения конечно телескопа когда уже худо-бедно там стали рассматривать объекты открыли что на Луне есть горы долины и вот стали говорить что распускать такие легенды о том что именно на той стороне Луны существуют какие-то существа похожие на людей ну и соответственно фантазия людей 18-го 17-го века наделяла этих существ всевозможными сказочными свойствами. на самом деле мнение что наш спутник обитаем было широко распространено еще в глубокой древности предполагалось что селениты то есть жители Луны ведут точно такой же образ жизни как и земляне а пифагорейцы утверждали лунные растения гораздо красивее а животные там в 15 раз крупнее наших древнегреческий философ Плутарх писал как бы то ни было но на Луне могут жить какие-нибудь существа на Руси тоже считали Луну обитаемой причем по мнению древних русичей селениты это никто иный как сами земляне когда-то существовала легендарная цивилизация на русском севере и называлась она гиперборея гиперборейцы обладали уникальными технологиями позволявшими им перемещаться по воздуху и когда произошла страшная природная катастрофа глобального масштаба а по другой версии простые жители гипербореи погрязли в грехах и разврате то некие всемогущие покровители цивилизации воспользовались этими чудесными летательными аппаратами и покинули землю оставив паству на суд разгневанной природы куда эти покровители могли направиться первое что приходит на ум на Луну как на самый близкий от нашей планеты космический объект там они и обосновались ну прежде всего это у каждого народа свои были легенды и предания ну было что-то исходное то есть были предания что уставшие боги причем это зародилось одновременно и у эллинов потом у римлян у китайцев что уставшие боги надоели им люди и они ушли именно скрылись на Луне была и такая версия разновидность греческих и римских мифов что именно там обитают боги интересно что с появлением телескопа подобные легенды продолжали жить и авторами их зачастую были вполне серьезные ученые-мужи в 1645 году чешский астроном Антамин Рейта впервые применив оптику для наблюдения за спутником Земли сообщил что он якобы все-таки разглядел на Луне и животных и людей и растения и только величайший астроном средневековой эпохи Пьер Гассенди уверял своих коллег что на Луне нет условий для жизни подобной земной но зато там наверняка обитает никто иной как сам дьявол ну доказывали вот почему там волк водит на Луну почему так животные в полнолуние ведут себя почему ведьмы активизируют свою деятельность именно в полнолуние потому что Луна это был представление средневекового человека это некое вот страшное такое исчадие греха скопище каких-то черных темных сил который воздействует на человека еще один любопытный факт в 1840 году директор национального музея в Стамбуле Халил Эдхем разбирал библиотеку византийских императоров в старом дворце султанов и обнаружил там древний атлас сделанный на коже газели и свернутый в трубку неизвестный картограф изобразил на пергаменте западное побережье Африки южный край американского континента и северный берег Антарктиды автора карты достаточно быстро определили это был никто иной как знаменитый адмирал военного флота атаманской империи и член географического общества султаната Пирирейс живший в первой половине 16-го столетия но географические очертания континентов изображенные на атласе были явно из совсем другой эпохи рисовали Антарктиду такой какой она была до покрытия ее льдом не только Антарктиду но и великолепной точностью отразили восточное побережье Южной Америки то есть намного лучше чем это сделал Магеллан столетием спустя не так давно исследователи пришли к выводу что уникальный атлас был просто срисован Пирирейсом с некоторых совсем древних исходных изображений южного полушария Земли время их появления неизвестно но точно задолго до Рождества Христова при этом как выяснилось позже нанести с такой точностью все береговые линии можно было только с большого расстояния от Земли например с ближайшей опорной орбиты нашей планеты неужели карту рисовали из космоса чтобы проверить это предположение исследователи создали трехмерный интерактивный глобус и начали его вращать на экране компьютерного монитора и вдруг ученые обращают внимание в определенном ракурсе очертания части южного полушария Земли в точности совпадают с картой Пирирейса дальнейшие вычисления шокировали исследователи так скопировать на бумагу берега Африки Америки и Антарктиды можно только с поверхности Луны но кто и каким образом был способен это сделать неизвестно также непонятно как эти если так можно выразиться карты Африки Америки и Антарктиды из космоса были доставлены на Землю В начале 70-х годов появилась еще одна сенсационная версия Луна имеет искусственное происхождение Это очень древний космический корабль специально помещенный на околоземную орбиту высокоразвитой звездной цивилизации Под лунной корой защитной оболочкой толщиной в десятки километров якобы укрыта гигантская обитаемая полость глубиной около 50 километров где имеются атмосфера и различные технические устройства Уже миллионы лет этот корабль рядом с Землей находится что там проводятся различные исследования ну понятно это одна версия другая версия что все-таки Луна это природный объект но просто его использовали инопланетяне устроив там свою базу чтобы им не мешали люди вернемся к тому драматическому эпизоду в июле 1969 когда астронавты Армстронг и Олдрин собирали вокруг своего космического корабля лунный грунт и вдруг увидели нечто Кристофер Крафт в прошлом директор НАСА после того как оставил свой пост передал группе исследователей весьма любопытную магнитную пленку это была аудиозапись сеанса связи с астронавтами сделанная в Хьюстонском центре управления полетами именно во время лунной миссии Аполлона-11 вот содержание одного фрагмента переговоров после расшифровки и перевода на русский язык астронавт Армстронг почти в панике сообщает Луны это гигантские штуковины нет 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 это не оптическая иллюзия в этом не может быть сомнения центр в Хьюстоне что черт возьми у вас там происходит астронавт они здесь под поверхностью центр в Хьюстоне кто это они астронавт я говорю что здесь другие космические корабли цилиндрической формы они стоят ровной линией по другую сторону кратера центр в Хьюстоне можете ли вы заснять что-нибудь астронавт у нас больше нет пленки под рукой центр в Хьюстоне восстановите контроль они перед вами астронавт они приземлились здесь они здесь и они наблюдают за нами далее пошли шумы что свидетельствуют о потере сигнала и прекращении связи можно считать эту пленку фальсификацией но эксперты провели тщательную проверку записи и вынесли вердикт все голоса точно соответствуют указанным в расшифровке людям из всего этого сеанса связи сразу можно выделить фразу о космических кораблях цилиндрической формы это было самое необычное сообщение которое повергло в шок специалистов центра управления полетами эта фраза естественно убедительно говорит о том что люди приземлились едва ли не на чужом космодроме где кишит жизнь я не только допускаю я убежден что безусловно очень много непонятного очень много аномального бросалось в глаза и американцам и операторам наших луноходов естественно что инцидент произошедший с Армстронгом и Олдрином на Луне был засекречен в то же время к спутнику Земли стали готовить новые экспедиции было официально объявлено что на Луну отправится Аполлоны с порядковыми номерами 18 19 20 причем космические корабли с огромными ракетами-носителями Сатурн для них были уже готовы экипажи укомплектованы и новые места посадок на Луне выбраны и вдруг вся американская лунная программа в которую правительство США вложило 25 миллиардов долларов внезапно остановилась без каких-либо убедительных объяснений подготовленные для этого пять огромных ракет-носителей были демонтированы также внезапно прекратились и советские исследовательские проекты однако в прессу стала просачиваться невероятная информация некий американский военный летчик Уильям Ротлидж в 1990 году переехавший в Руанду заявил что никакой остановки лунного проекта не было полеты продолжились и корабли под номерами 18 19 и 20 все-таки осуществляли посадку на Луну но эти экспедиции строго засекретили более того Ротлидж утверждал что сам он был астронавтом на борту 20-го Аполлона по рассказу этого засекреченного астронавта на Луне нашли космический корабль внеземного происхождения изготовленный полтора миллиарда лет тому назад объект потряс людей своими гигантскими размерами почти 5 километров в длину корабль имел сигарообразную форму возле него были обнаружены странные полуразрушенные конструкции которые космонавты назвали городом в самом онопланетном аппарате члены Аполлона 20 обнаружили следы неизвестных органических растений а также тела двух гуманоидных существ причем одно из них женского пола на лице и руках женщины были странные устройства напоминающие портативные приборы навигации любопытно что после сотен миллионов лет тела пришельцев хорошо сохранились словно их подвергли бальзамированию образцы ткани и конструкции корабля были отправлены на землю бывший работник НАСА Кэн Джонстон работавший в лунной программе Аполлон в результате исследований также подтвердил на Луне есть города НАСА знает что астронавты обнаружили эти древние поселения а также неизвестные машины с передовыми технологиями которые способны управлять гравитацией но космическое агентство приказало закрыть информацию и он был вынужден долгое время молчать но почему вдруг более чем сенсационное открытие сделанное астронавтами на Луне попали под гриф секретно и не просто а совершенно секретно если действительно происходили какие-то встречи с какими-то хотя бы объектами безусловно человечество надо подготовить к этому и подготовить не просто это не пропагандистская машина которая за один день даже за год заработает тут действительно нужны десятилетия чтобы понять как это преподнести человечеству и подготовка человечества к тому что на Луне есть что-то необычное уже идет вот что сообщила официальная пресса 21 марта 1996 года на брифинге в национальном пресс-клубе Вашингтона ученые и инженеры НАСА участвовавшие в программах изучения Луны и Марса сообщили о результатах обработки полученной информации было объявлено о существовании искусственных структур и объектов техногенного характера на Луне так в районе кратера Тихо обнаружено специфическое городское строение накрытое прозрачным куполом купол выполнен из материала похожего на стеклопластик или хрусталь и имеет странную особенность он сияет изнутри голубым светом кроме этого исследователи подняли архив и нашли старые публикации об изучении естественного спутника Земли например такую в 1967 году американские спутники сделали фотографии Луны в районе кратера Укерта находящегося в центральном заливе Синус-Медиа фотообъектив запечатлел гигантский высотой 11 километров в холм с несколькими башнями поднимающимися над поверхностью Луны можно предположить что башни сделаны из горного хрусталя или породы кварцевого состава эта порода распространена на Луне так же широко как и на Земле на Луне наверное как кто-то живет то есть там есть базы которые нам известны которые может быть находятся в каком-то зависимости от нас или хотя бы наблюдаются нами вот недаром же недаром же сотрудники НАСА вот недавно еще раз сообщили что скорее Луна повернется к нам обратной стороной чем мы расскажем вам хоть какую-то новую информацию про Луну не дождетесь типа и еще после закрытия лунной программы долго молчавший Вернер фон Браун конструктор немецких а впоследствии и американских ракет заявил на Луне есть силы которые гораздо мощнее чем мы можем предположить я не имею права говорить о подробностях скажу лишь что математику не обмануть фон Браун имел ввиду силы изменившие траекторию одной из его лунных ракет может от того предупреждения Барака Обамы то тогда мне придется вас убить звучит совсем не шуточно и связано в первую очередь это с тем что происходит на Луне не зря даже древние египтяне называли Луну великим оком Ра следящим за нами и все-таки большинство информационных сообщений из разных и не всегда достоверных источников а также слухи легенды о таинственных внеземных базах на обратной стороне Луны пока еще не доказаны и они не могут быть доказаны или опровергнуты пока мы не возобновим космические экспедиции конечно новый полет на Луну не станет гарантией того что вся информация будет раскрыта тем не менее будем ждать и верить что контакт все же произойдет несколько лет назад группа ученых из Великобритании попыталась воссоздать облик человека эпохи неолита материалом для этой работы послужил череп и другие останки мужчины найденные в одном из курганов в местечке Эймсбери в английском графстве Уилтшар в ходе реконструкции были получены любопытные результаты росту этого человека оказался метр семьдесят фигура стройная черты лица правильные анализ зубов показал что питался он здоровой и изысканной пищей ничем не болел но умер рано около 25 лет от роду причина смерти неизвестна однако похороны ему устроили пышный и вместе имеющим важное ритуальное значение позже захоронение превратили в один из самых грандиозных мавзолеев в Британии эпохи неолита ученые были в недоумении кем был этот древний персонаж почему ему была оказана такая честь на похоронах которой никто в ту эпоху не удостаивался маг верховный жрец наверное раскрыть эту тайну никогда бы не удалось если бы рядом с курганом не находился еще один загадочный объект знаменитый мегалитический комплекс Стоунхендж ученые заподозрили связь между мавзолеем таинственного древнего британца и не менее таинственным каменным сооружением и выдвинули почти фантастическую гипотезу человек из кургана создатель Стоунхенджа самого загадочного на планете сооружения разгадать секрет которого пытается не одно поколение исследователей Стоунхендж в буквальном переводе с английского означает висящий камень это сооружение представляет собой огромное кольцо из столбов менгиров окруженное двумя валами диаметром более 100 метров каждый вал разделен рвом на северо-востоке находится вход в аллею дорожка ведет в сердце мегалитического комплекса с противоположного конца аллея указывает на точку горизонта где в день летнего солнцестояния восходит небесное светило до сих пор не ясно назначение сооружения что это мистическое капище храм навигационный маяк для космических пришельцев оборонительное сооружение версий немало но какая из них наиболее правдоподобно никто с достоверной точностью сказать не может несмотря на то что самые опытные ученые бьются над загадкой не одно десятилетие сама по себе конфигурация Стоунхенджер говорит о том что с оборонительной точки зрения ну это ничто из себя не представляет если говорить о каком-то храме то известно что в древности и храмы и научные учреждения они часто совмещались в одном и том же помещении одна из самых распространенных версий Стоунхендж это древняя обсерватория только кому и для чего было необходимо следить за звездами в эпоху неолита речь идет об тонких астрономических наблюдениях природа которых нам непонятна до сих пор то есть нужно было что-то знать о том как звезды там собираются или расходятся о том кого мы ждем в виде посланников с неба когда они прилетят или когда они прибудут через какое-то другое измерение действительно по некоторым признакам Стоунхендж вполне можно назвать астрономической обсерватории гигантские каменные арки показывают путь который солнце луна или звезды описывали по небу предположим что древний астроном стоял в центре круга и внимательно наблюдал за небом через арки точка восхода ежедневно меняется из-за изменения наклона земной оси но путь космических объектов по небу каждый год один и тот же астроном наблюдал их движение из года в год и потом фиксировал свои знания рисуя тайные знаки на Менгерах каменная арка в которой небесное светило появляется в день летнего солнцестояния шире чем все остальные таким образом строители Стоунхендж выделили дни с повышенной энергетической активностью однако после одного загадочного события которое произошло на этом месте более 40 лет назад астрономическая гипотеза рассыпалась вечером 25 августа 1974 года подросток по имени Уильям Линкольн и три его приятеля забрались в самый центр мегалитического сооружения внезапно неведомая сила подняла Уильяма больше чем на метр в воздух и удерживала там в горизонтальном положении не менее 30 секунд а потом швырнула на землю падение закончилось трагически подросток получил серьезные травмы несовместимые с жизнью что интересно что с тех пор середина так вот первой половине 20 века после так называемой реконструкции никто не посещает центральную часть Стоунхенджа никто вот туристы ходят кругом археологи копают вот эти вот лунки тут по периметру там чего-то а в центр никто не заходит почему исследователи говорят в центр Стоунхенджа не пускает страх оттуда идет какое-то сильное излучение неведомой субстанции люди не хотят рисковать поскольку неизвестно как влияет это излучение на живой организм а случай с подростком вообще шокировал ученых и еще больше усилил внутренний страх похоже центр Стоунхенджа это точка пересечения подземных энергетических каналов земли здесь место силы и об этом прекрасно знали создатели загадочного комплекса но кто в эпоху неолита мог владеть такими знаниями безусловно люди обладающие магическим даром вполне возможно что это легендарные друиды кто они такие официально они считаются жрецами это официальная точка зрения с другой стороны что такое жрец понимаете это как раньше в науке ученым считался тот кто разбирается и философии поэзии естествознания математики астрономии все это считалось ученым то есть раньше понятие человека который имеет отношение одновременно и к религии и к науке носило что-ли такое комплексное обобщающее значение то есть друиды это таинственные жрецы которых некие высшие силы наделили особыми способностями простых смертных друиды учили морали а посвященных высшим эзотерическим учением они верили в три мира и в переселение души человека из одного тела в другое для наказания и поощрения друиды утверждали что все люди в итоге воскреснут из мертвых но многие из них должны ради этого возвращаться с того света на землю неоднократно пока не преодолеют в себе все элементы зла друидов существовали практически на всей территории северной Европы там их можно обнаружить и в наше время на земле в ряде так сказать мест которые можно называть сакральными в не совсем привычной нам так сказать трехмерной или там временной реальности живут таки вот эти вот ну не бессмертные но во всяком случае очень долго живущие люди очень мудрые которые проявляют себя в реальной повседневной жизни в самые ответственные моменты а что если предположить что друиды и были строителями Стоунхенга и возводили они не обсерваторию или оборонительный форт а сакральный комплекс для биологических экспериментов например для процедур воскрешения мертвых и создания эликсира бессмертия эта версия кажется невероятной но некоторые малоизвестные факты дают повод для подобного предположения в 1901 году в Стоунхенж неожиданно приехали рабочие и закрыли комплекс от многочисленных паломников и туристов публики объяснили что древнее сооружение нуждается в реконструкции действительно за тысячи лет Стоунхенж изрядно потрепала природа да и люди его не щадили особенно племена язычников которые не понимая истинного назначения комплекса использовали его в качестве места для жертвоприношений но каким-то образом нарушить саму основу гигантского каменного исполина не удалось ни природе ни людям тем не менее реконструкцию все же решили провести зачем и кто распорядился это сделать один любопытный документ свидетельствует что в начале 1901 года Уинстон Черчилль в то время свежеиспеченный депутат консерватор британской палаты общин провел в кулуарах парламента некую секретную встречу с избирателями кто были эти избиратели в документе не указано только фактор НДВ но люди посвященные проболтались Черчилль встречался с высокопоставленным друидом и его помощниками а тема переговоров Стоунхендж якобы друид настаивал на возвращении комплексу его первоначальных функций каких собеседникам это было понятно нам пока нет также не совсем ясно почему друид встречался с человеком политический вес которого в то время был совсем незначительным по-видимому друид точно знал что этот человек очень значим для будущего и в 901 году Черчилле было 27 лет он уже был в состоянии воспринять некие серьезные рекомендации и будто бы друид рекомендовал ему вот это место сделать более сакральным даже для современной Англии для современной цивилизации придать ему статус там государствен и его внесли вот этот вот комплекс так называемое английское наследие о каком наследии мог идти разговор между Черчиллем и тем таинственным друидом об этом чуть позже но тогда в самый первый год нового 20-го столетия действительно начались работы по так называемой реконструкции Стоунхенджа известные английские историки археологи и другие авторитетные ученые той эпохи восприняли это мероприятие в штыки просто вот визжали от обиды и говорили что нельзя трогать это нельзя вот практически каждый камень немножко сдвинули с места нельзя вот но все равно это было сделано с тех пор эта зона стала абсолютно заповедной любопытный факт работа по реконструкции проводились 64 года и закончились на следующий день после смерти Уинстона Черчилля то есть 25 января 1965 года все это время посещать комплекс простым смертным было строжайше запрещено сам же Черчилль появлялся там с завидной регулярностью зачем вряд ли для какой-то инспекции напрашивается предположение что реконструкция это просто ширма или как говорят люди военные операция прикрытия комплекс все это время работал для узкого круга лиц но не как туристический объект а по своему прямому назначению то есть так как в неолите когда был возведен таинственными друидами той эпохи только само сооружение нужно было немного поправить что и сделали так называемые реставраторы но на самом деле это были потомки тех самых древних жрецов они восстановили магический круг в самом центре комплекса таким образом чтобы входящие в него могли заряжаться энергией земли восполнять жизненные силы избавляться от недугов но делать это могли только посвященные например тот же Уинстон Черчилль и управляли этой лечебной магией друиды приполз туда раненый воин весь порубленный встал вот в центр вот этого хенджи вот этого самого у него раны быстрее затянулись больные туда приходили там и так далее но может быть не все были туда допускаемые а только там какие-то привилегированные особы но в любом случае это некая машина целительская была на протяжении тысячелетий знали об этом друиды эту версию подтверждает британский профессор Дарвилл из Бормонта по его мнению люди приходили сюда не поклоняться неким божествам Стоунхендж был местом паломничества для больных и коллег которые шли сюда за исцелением в качестве доказательства ученые приводят интересные находки в районе мегалитов там археологи обнаружили древние захоронения людей с дефектами костей возможно среди паломников были и несчастные с болезнями внутренних органов но это всего лишь предположение так как останки не оставляют следы свидетельствующие о заболеваниях плоти к тому же выяснилось что часть камней для строительства Стоунхенджа была доставлена из местности Презали в Уэльсе которая известна своими лечебными свойствами у многих камней отколоты кусочки еще в 18 столетии если верить летописям люди откалывали фрагменты мегалитов чтобы изготовить из них талисманы по поверьям они защищали от болезней и недугов но для усиления магической силы этих камней необходимо было найти точку энергетической аномалии и построить там механизм прямого воздействия на живой организм этим механизмом в принципе и может являться Стоунхендж и подобные древние каменные артефакты выстраивались именно вот на таких точках то есть как иногда называют активных точках земли и поэтому помимо чисто таких прикладных функций я думаю они каким-то образом взаимодействовали и с внутренней энергетикой земли и соответственно с психикой человека есть еще одна тайна Стоунхенджа которую безуспешно пытаются разгадать исследователи каким образом удалось создать это гигантское сооружение его внешний круг состоит из 30 каменных столбов каждый из которых весит почти 25 тонн камни вырубались из скал Презилийских гор то есть за 200 километров от места возведения комплекса их сначала надо было доставить на стройку а потом еще и вертикально установить цивилизации времен неолита не владели технологиями и механизмами способными совладать с подобным строительным материалом тогда как могли возводиться такие сооружения как Стоунхендж эти цивилизации владели как бы мы сейчас сказали маготехниками или так сказать ну просто магией те же вот пирамиды строились огромными совершенно блоками которые просто левитировали их создавали размягчая камень определенным образом медитируя скажем так под руководством жрецов устанавливая на нужные места и все маготехника или по-другому техномагия которой могли владеть неизвестные древние цивилизации учеными категорически не отрицается но управлять техномагическими процессами могли только избранные считают исследователи древние кельта называли Стоунхендж работой Эмриса поскольку создателем комплекса считался прорицатель Эмрис этого легендарного персонажа британцы знали как мага и чародея Мерлина ставшего позднее главным советником небезызвестного короля Артура согласно легендам под наблюдением этого прорицателя было возведено целых три подобных мегалитических храма располагавшихся на расстоянии нескольких десятков километров друг от друга сам Эмрис обитал в гигантском стеклянном дворце построенном им же на острове Энли вблизи ирландского побережья позднее остров Энли погрузился в океан благодаря особой конструкции дворца форма которого напоминала треугольную пирамиду течение времени внутри жилого помещения было так сильно замедлено что прорицатель мог оставаться молодым тысячу лет кстати Стоунхендж возводился несколько сотен лет круг за кругом кольцо за кольцом практически все мегалиты все вот эти мегалитические центры в том числе и Стоунхендж и Карнак во Франции они строились во много приемов несколько приемов три или в четыре то есть люди возводили сначала один круг через 400 700 лет получался следующий круг почему так долго техномагия отнимала большое количество жизненных сил у друидов эти силы необходимо было восстанавливать не только волшебными эликсирами но и планетарной энергией других способов не было как это могло происходить Эмрис и другие посвященные друиды знали что любой магический круг от маленького перстня на пальце руки до гигантского кольца Стоунхендж может служить приемником и генератором энергетических сил земли кстати считается что Стоунхендж был возведен Эмрисом именно при помощи магического перстня этот перстень воздействовал на передвижение каменных блоков исследователи предполагают что на одной из граней каждого монолита Стоунхенджа строители вырезали несколько концентрических колец определенного диаметра ширины и глубины и перераспределяли массу монолита таким образом чтобы его центры масс и инерции оказывались смещенными друг относительно друга затем Эмрис воздействовал на мегалит своим перстнем заклинанием или прикосновением жезла создавая в нем вибрации определенной частоты возникавший в системе концентрических колец устойчивый колебательный резонанс порождал инерционные силы которые компенсировали силу тяжести каменного блока благодаря этому многотонный монолит становился практически невесомым и легко перемещался по воздуху в нужное для строителей место насколько такое было возможно в реальной жизни а не в фантазиях летописцев сейчас трудно судить исследователи не умаляют возможности избранных людей которые управляли совершенно немыслимыми для нашего представления процессами в доисторические времена но объясняют это с трудом магия как древняя наука по моему глубокому убеждению основана на том что чувствительным элементом и он же обрабатывающим датчиком одновременно служит сам человек он меняет окружающую среду он воспринимает эти изменения в окружающей среде и он же заставляет окружающую среду как-то в определенных пределах действовать по его воле вот этим принципиально отличается магия от науки хотя я отношусь лично к магии именно как древней науки кстати исторический персонаж по имени Эмрис вполне может быть тем самым древним жрецом и магом образ которого воссоздали в 2009 году британские археологи во всяком случае других версий у исследователей нет а если так то одна из загадок кто был создателем Стоунхенджа можно сказать почти разгадана впрочем слабых мест в этой теории не меньше чем в остальных однако именно она подтолкнула историю Стоунхенджа к новой эре человечество наконец осознало что это не просто камни к таинственному мегалитическому комплексу всегда тянулись паломники каждый из посетителей висящего камня старался прикоснуться к загадке кто знает вдруг рассказы о волшебной силе не миф и удача будет сопутствовать всю жизнь но даже после так называемой реконструкции длившейся более полувека и завершившейся в 1965 году британские власти старались максимально ограничивать доступ к Стоунхенджу каждый паломник стремился отколоть от древних камней и